Добрый день, друзья и коллеги, с вами Наталья Луната и наша традиционная минутка о войлке. Сегодня я опять отвечаю на ваш вопрос. Сегодня вопрос такой вот, он очень объемный, он подразумевает довольно подробный ответ. Каким образом декорировать кардачат, что приемлемо в качестве декорирующих волокон? Вообще какие мы можем использовать варианты? Ну, во-первых, что такое кардачос? Те, кто валяют, у кого есть опыт какой-то, прекрасно знают, что это не вид и не сорт шерсти. Кардачос это просто первый этап обработки шерсти до того, как ее уже прочешут и вытянут в гребенную ленту. То есть, соответственно, говорить именно вот обо всем кардачосе невозможно. Кардачос мельносовый 18-20 микрон, он позволяет делать абсолютно точно такой же декор, как на полотне из гребенной ленты 18-20 микрон. Разницы особо нет. Как я понимаю, у автора этого вопроса, а я знаю, что она в войлоке еще новичок, есть интерес именно к шерсти более грубой. То есть, либо это латвийский кардачос, либо, может быть, это кардачос-бергшаф. То есть, это уже все микронность, больше 25 микрон. Ну, по поводу бергшафа есть мастера, которые занимаются в основном с этой шерстью, и очень много есть у них информации, и бесплатной информации, выступления всевозможные. Я не буду никого повторять. Что касается кардачоса, 23-25 микрон, да, латвийского кардачоса, я с ним в свое время в Москве очень много работала. Я могу вам сказать, что эта шерсть практически универсальная. Из нее можно делать и тапочки, и обувь уличную, и сумки, и шапки разнообразные. Можно делать одежду. Эта шерсть прекрасно работает. Украшать. Что это может быть? Разнообразная шерстяная пряжа и ровница приваливается прекрасно. Нити сари приваливаются прекрасно. Если вы берете шелковые волокна, вы их просто не жалеете, как заварки для вкусного чая. Кладите их побольше и кладите их на уже слегка подваленную поверхность. Но единственное, что не стоит эту поверхность заранее подваливать шлифмашинкой. Все-таки вот эта вот кардачосаная шерсть, латвийский кардачос, любит работу руками. Прекрасно он работает с любыми тканями, т.е. декорирование. Ну, нафелтингом, пожалуйста, с этим кардачосом идет прекрасно. При этом по ткани не надо ничего дополнительно подкладывать, никакие волокна, ничего. То есть, наверное, съедает полностью кардачос. Только шифон, тонкий шифон, ну, тут уж понятно, да, микронность большая. И съедает, конечно, разреженный маргелланский шелк. При этом, вот, допустим, если вы разложите даже тот же самый аксельсиор, но, допустим, разложите его так посвободнее. Или где-то вы его гребнями уложите, такими все будет отлично видно. Ткани с рисунком более плотные, все отлично. Лен пойдет. Лен, кстати, можно брать разреженный, он тоже очень хорошо. В принципе, тонкая джинса, совсем тонкая джинса даже подойдет для работы с этим кардачосом. Но это вот, когда вы валяете. Когда вы уже что-то сделали по этому кардачосу, по полотну из кардачоса латвийскому, прекрасно пойдет вышивка шерстенными нитями, нитями мулине, хлопковыми нитями типа ириса, шелковыми нитями плотными. То есть, вот тут многообразие вариантов огромное. Прекрасно на нем смотрится всякая разная тесьма и кружева. Так что простор для фантазии эта шерсть не ограничивает. Я надеюсь, мои советы вам полезны, они вам нравятся. Поэтому очень прошу для продолжения проекта, для того, чтобы проект в бесплатном таком виде мог развиваться, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Всего вам доброго, всего хорошего, легкого валяния, красивого вылуха. Редактор субтитров А.Семкин